Я рад, что ты живой Такая же фигня, не буду спорить Как вернуться? Да понять не имею Я не знаю А скажи, а почему Порошенко коррупцию не победил? Как бы это сказать-то? Для тебя просто Крым был решающим аргументом Он не аргументом был Он просто все поставил на свои места Не надо недооценивать противника Дебилы дебилами, но армия у них одна из самых сильных в мире действительно Прямо Махно прочитал, его биографию прочитал Сколько похоже то, что было сто лет назад и сейчас Вот просто один в один Вот просто один в один Если бы мне предложили выбрать слово 2018 года Это было бы слово Бабченко Убийство, а затем воскрешение одного из самых известных постсоветских журналистов Хорошо показывает атмосферу, в которой живет Украина, да и весь остальной мир Фейк-ньюс, пропаганда и контрпропаганда Институты, в которые мало кто верит Мы поговорим с Аркадием о тех войнах, которые вела Россия с начала 90-х О том, как выстоять Украине в ее освободительной войне И о том, как это, жить после смерти Аркадий Бабченко Родился в Москве, 41 год Участник двух чеченских войн Первый по призыву, во второй по контракту Рассказы и повести Бабченко о чеченской войне переведены на английский, немецкий, испанский, итальянский, польский языки В 2008 году получил премию британского клуба журналистов «Фронтлайн Клаб» за освещение российской грузинской войны С августа 2017 с женой и дочерью живет в Киеве Ведет авторские программы на телеканале АТР и радио «Новое время» 29 мая СБУ сообщило об убийстве Бабченко На следующий день спецслужба объявила, что предотвратила покушение на журналиста со стороны России Я хочу начать с того, что я рад, что ты живой Такая же фигня, не буду спорить Вот И знаешь, такой вот просто для разминки вопрос Вот ты первый человек, который был там и вернулся на этот свет Что такое «ожить» после смерти в глазах всех миллиардов? Да, там-то я не был, в общем-то, там-то я был в 2014 году, когда меня на расстрел потащили Вот там я действительно испугался и посмотрел в эту яму, и там действительно страшно А здесь была спецоперация, здесь, в общем-то, не до этого было, потому что, когда все это дело пошло Ну, страшно было, вот самый последний момент, все это готовилось месяц, да, и страшно было в самый последний момент Уже, когда загримировали, я уже на полу лежу, и заходит самбалюк И я думаю, вот я дебил, блин, сам приготовился, сам кровью намазался, сам лег, сейчас действительно выстрелит Потому что, ну, черт его знает, операция, не операция, обманывают, это вообще все эти люди, разборка, да, может, подстава, да Вот тогда было страшно А до этого, и после этого, там было не до этого, потому что, ну, еще это месяц тянулось, да Месяц все это жило, вытягивало, вытягивало, и когда закончилось, ну, было просто полное опустошение, абсолютно Три дня нас не было вообще, а потом месяца два мы просто проходили в себя Фактически идет о твоей юридической смерти в глазах, там, 7 миллиардов землян, да Ну, вот про себя, честно скажу, что вот в ночь, когда была объявлена твоя смерть, я перелистывал свою Я это прижил как личную трагедию, да, я думаю, что много людей это прижило как личную трагедию И вот ты возвращаешься, но ты уже возвращаешься не тем, каким мы тебя в голове похоронили, да, вот Как вернуться? Да понятия не имею, я не знаю, понятия не имею Просто время, время, время лечит Вот два месяца, два мы вот прям действительно, именно действительно, что возвращались к жизни, а сейчас просто живем Ничего особого Ты на самом деле смелый человек, мне так кажется Нет, нет Я сейчас обоснуем Я не для того, чтобы тебя польстить совершенно Ну вот, например, ты уже чуть ли не 10 лет назад вышел на путь такого журналиста, который работает напрямую с публикой, да, журналистика без посредников Да, то есть 10 лет назад я работал в редакции, был редактором, была куча журналистов, и вот этот поступок, он реально был, он разрывался всеми шаблонами, да, когда журналист говорит, все, я один, я иду вперед, если вам нравятся мои тексты, то, пожалуйста, вот, вот мои счета и так далее Расскажи мне вот про этот опыт журналистика без посредников, вот насколько ты его считаешь успешным, неуспешным? Я думаю, что он успешный, потому что я, в общем-то, и живу на него, там, квартиру машины на это дело не купить, ну, там, на хлеб с маслом хватает, ну, вот на жизнь, да, если у тебя там есть где жить, и на чем есть, и тебе не нужно там срочно, не знаю, холодильник, то, в общем, на поддержку штанов хватает Получилось так, что я съездил в Южную Осетию на выборы, привез оттуда репортаж, и его что-то нигде не взяли, все мне говорили, что это, типа, да, репортаж, чувак, у тебя хороший репортаж, но это не формат, мы не знаем, что с ним делать Я что-то потрыкался, потрыкался, никто его не стал публиковать, я думаю, а зачем мне редакция, когда есть интернет? Выложил, написал, вот, посмотрите, есть такой репортаж, если кому-то нравится, пожалуйста, платить напрямую, редакторов нет, никого нет, пишу то, что я считаю нужным, если кому нравится, пожалуйста, платите То, что редакторов нет, с одной стороны, это хорошо, да, потому что ты не подстраиваешься там ни под формат, ни под политику редакции, ни под чего С другой стороны, плохо, потому что текст иногда все-таки неплохо, когда сторонний человек тексты вычитывает Вот от чего зависит готовность русскоязычной аудитории тебе помогать? Здесь хорошо, что ты напрямую видишь качество твоего текста, зависит только исключительно от качества твоей проделанной работы Если люди видят, что работа проделана, да, что ты действительно работал, тебе за это готовы платить Если видят, что текст написан там левой ногой за два часа, ну, естественно, ты ничего не получишь Самое лучшее, это, конечно, репортажи, куда-то ехать, что-то делать, да, ну, сейчас у меня такой возможности нет Пишу постики в Facebook, ну, поэтому сейчас на спаде, естественно А кто вообще твоя аудитория? Аудитория по всему миру, это русскоязычная аудитория, вот, действительно, и по постсоветскому пространству размазаны Казахов много, кыргызов много, страны Балтии, Украины, естественно, в России еще осталось Но вот русскоязычная аудитория, которая, в общем-то, ну, оппозиционно тогда и была настроена к Владимиру Путину После Крымнаша, конечно, часть отвалилась, но вот антиимперские русскоязычные люди, скажем так Антиимперские Я просто говорил неделю назад с Натальей Варажбит, это такой выдающийся современный украинский драматург И она произнесла такую мысль, что на самом деле Украину понимают только те русские, которые оказались после Крымнаша в Украине А те, что живут даже в Западной Европе, они все равно остаются в какой-то степени антиукраинскими, потому что им некомфортно Возроздел произошел абсолютно точно, я согласен, но я бы уточнил, что Украину больше всего понимают как раз жители стран Балтии Вот там понимание ситуации вообще кристальное, стопроцентное И в Эстонии, и в Литве, ну, в Латвии я был довольно давно, после Крыма нашей, в Латвии, кстати, не был, не разговаривал, но думаю, что и там также Литва поддерживает абсолютно, безусловно, вот просто без разговоров, они помнят всю эту замечательную страну Всю эту историю с оккупацией, с депортацией, все это происходило на жизни, ну, не этого, а вот предыдущего поколения, да И они помнят отлично и понимают великолепно Но они же все-таки это уже не русскоязычная аудитория, те, кто помнят, это не... Нет, почему те, кто в Советском Союзе жили, они русскоязычные, есть много, у меня очень много вот как раз и стран Балтии, да Читателей Десять лет назад я бы вот легко представил бы тебя публике, сказал бы, вот, военный корреспондент Аркадий Бабченко, автор нескольких книжек, рассказов про Чеченскую войну За десять лет много чего изменилось, много чего куда-то утекло Ты как себя определяешь? Ты журналист? Ты пропагандист? Ты публичный интеллектуал? Вот-вот кто ты, да? Я себя, наверное, уже никак не определяю, мне достаточно того, что я вот просто Аркадий Бабченко, я уже как-то перестал какие-то другие определения себя искать Но в целом, по большому счету, я, наверное, я журналист, да Военным корреспондентом я уже не являюсь, но войне не было уже год-четыре, потому что я не могу себя заставить... Страшно, блин, е-мое! Я не могу себя заставить еще раз поехать туда Колумнист, филетонист, пишу филетончики свои в фейсбуке, пишу колонки Сколько войн ты прошел вместе с двумя чеченскими? Почему чеченские? 93-й еще, я считаю, тоже вполне себе была такая трехдневная маленькая война Первый раз, где увидел вообще, как танки бьют по дому, первый раз, где увидел кровь Ну вот, 93-й, Первая Чечня, Вторая Чечня, Грузия и Донбасс, это если говорить о войнах Киргизия все-таки тоже война, да, резня, этническая резня, это самое страшное было Это вообще самое страшное Твоя чеченская проза, твои чеченские рассказы ясные, точные, отстраненные Ну, для меня, как человека никогда, не приближавшегося к военным действиям ближе, чем военная кафедра в университете Ну, реально новый, огромный мир, совершенно по другим законам, живущий Ну, знаешь, у меня вот такое было ощущение, что главный герой вообще этих рассказов – это война Ну, там нет людей, героев Я правильно это прочитал? Ты действительно так? Ну, слушай, смотри, вот тебе 18 лет, да, ты живешь в семье, мама у тебя учитель, папа у тебя инженер Ты живешь в Москве, да, ты живешь в такой, ну, не то чтобы рефинированной интеллигенции, но вполне себе в каком-то там нормальном, адекватном мире И вот тебя в эти 18 лет сажают и привозят в какой-то просто полный ахту, да, просто полное одище Где вообще, кирдык, что творится? Первая Чеченская – это чума была какая-то совершенно Я не потому, что Россия там творила, хотя то, что там Россия творила, это тоже чума Я потому, что развал армии полный, голод, вши Дедовщина была, извини меня, вообще, ну, просто чума, да Я первую Чечню вспоминаю не столько как войну, сколько как концлагерь, наверное, да И ты от этого офигеваешь до такой степени, что... Ну, у Довлатова главный герой зоны, согласись Да, у Шаламова главный герой лагеря, да Абсолютно понимая Шаламова, когда он пишет, что дружбы в абсолютно крайних условиях быть не может Если ты с человеком дружишь, если у вас есть еще силы на такую эмоцию, как дружба Это значит, вы еще не дошли до точки, да Вот я дошел до точки там уже И это было такое одище, что писать о чем-то другом, я не знаю Вот меня упрекают, у тебя физиологические рассказы Ну, конечно, физиологический, блин Вы приедьте, посмотрите, вы сами офигеете, вы сами начнете писать физиологические рассказы Все-таки между твоим непосредственным опытом и появлением текстов, да, все-таки прошло время, да То есть ты же не при свете там огонька писал в палатке, да, то есть это уже была рефлексия... Писать я начал вообще после второй чеченской Я вот об этом и говорю, да Я на вторую поехал, ну, это был ПТСР просто чистой воды, абсолютно клинический случай При этом снято масса фильмов, я сейчас не буду расползаться мыслью по древу, да Когда ветераны возвращаются с войны, не могут прижиться в мирной жизни и возвращаются обратно на войну Вот у меня был просто эталонный вариант Вот, я туда поехал, вернулся и начал писать после второй чеченской войны Получилось так, что я написал статью, отнес ее в несколько газет Из московского комсомольца мне позвонили, предложили поработать И я начал писать сначала какие-то вот эти заметки, а потом уже начал писать рассказы Потому что это была реабилитация для меня Это была для меня реабилитация, потому что лучшей реабилитации, чем творчество, я вообще на самом деле не знаю Тем более писать Как говорил Паша Андреев, ветеран Афгана Не надо таскать свое прошлое за собой в рюкзаке Лучший способ избавиться от него, рассказать о нем И я вот по этой причине начал писать Не то чтобы рефлексии, а реабилитации скорее У тебя есть потребность Вот Солженицын тоже об этом писал Когда он возвращается из лагеря Не возвращается, а его везут на доследование в Москву из лагеря Он пишет, что я еду в вагоне, вокруг меня сидят люди И мне им хочется рассказать, это физиологическая потребность Тебе начать рассказывать, начать делиться с людьми Начать им говорить, откройте глаза, посмотрите, что происходит Но ты трыкаешься к одному, трыкаешься к второму, трыкаешься к третьему Понимаешь, что они вообще ничем выглядят Стеклянный взгляд Стена, стена, абсолютно два разных мира И тебя не понимают совершенно И ты тогда замыкаешься в себе И те, кому везет, начинают изливать все это на бумагу Те, кому не везет, спиваются, да и все Ну вот смотри, да, посттравматический синдром Это я вообще понимаю, через что там тысячи призывников прошли После вот этой мясорубки абсолютно, наверное, правильное слово Концлагерное, которое устроил Грачев Ельцин в 1994-1995 годах Но все-таки ты возвращаешься на войну Туда, где российская армия, ты это видел Совершала военные преступления Ты никогда не пытался посмотреть на происходящее Пытаться понять другую сторону, да, вот чеченцев Там или потом? Там, там Нет, там ты об этом не думаешь Там о таких высоких материях никто не говорит О таких вещах говорят либо до, либо после Если ты уже оказался в этой ситуации То ты там об этом совершенно не думаешь Там мысли у тебя простые и, в общем, примитивные Да, это я понимаю, это вычитывается из рассказов Нет, я имею в виду промежуток между первой и второй, да? Все-таки Нет, нет, между первой и второй я об этом не думал Я думать начал, наверное, только на второй войне И вот только на второй войне я начал думать Что, блин, а что же мы тут нахрен делаем? Зачем мы вообще сюда пришли, да? Даже не то, что думать, не то, что осознавать А вот как-то это где-то в подкорке как-то начало Появляться, что, друзья мои, наверное, мы делаем плохие вещи Вот это у меня только там начало формироваться в организме Ну, а вообще ты убивал на чеченских войнах? Я надеюсь, что нет Я процентов на 98 уверен, что нет Потому что я сейчас благодарю Бога за это Да, мне еще не хватало, чтобы я убил там кого-то Но я стрелял Я стрелял в направлении людей, да Просто я не попал Поэтому я процентов на 98 уверен, что нет У тебя есть друзья чеченцы? Ну, не то, чтобы друзья Люди, с которыми общаемся, есть, да, конечно Ну, вот взрослый ты уже, вот, из 19-го года Если бы у тебя была возможность обратиться к чеченцам как к народу Что бы ты им сказал? Я каждый божий день обращаюсь Каждый божий день я делаю то, чтобы исправить то, что мы там натворили Я солдат имперской шовинистической войны Я участвовал в захватнической шовинистической войне В преступной войне Я преотлично это понимаю Все эти 20 лет я каждый раз прошу прощения И сейчас готов попросить прощения И прошу прощения за то, что я там участвовал Для меня в этом проблем никаких нет И когда мы встречаемся, понимаешь, мы встречались и с людьми чеченцами И с людьми, с которыми стояли чуть там не друг напротив друга В общем, о таких вещах не говорили как-то Опять, это, вот все эти вещи, они возможны вот здесь, в нашей студии А когда лично так встречаешься, не говоришь Ну, в общем, вы понимаете очень по большому счету друг друга Грузия, в 8-м году ты, может быть, я ошибаюсь Но у меня сложилось впечатление, что ты делил ответственность за эту войну Между Путиным и Саакашвили Вот сейчас ты так же на это смотришь? Нет, однозначно В 14-м мозгу, в 14-м году мозги все прочистили Все стало понятно совершенно, да Потому что, ну, ты вспомнишь, 2008 год Это еще вроде как-никак демократия Вроде как какая-никакая свобода слова, да И там, если по России 24 начинают говорить, что там грузинские фашисты убили 2000 человек Ну, ты понимаешь, что они, конечно, врут Ну, дыма-то без огня вроде как не бывает, да Наверное же что-то было Тогда никто просто не мог представить, на что способна эта страна Никто не мог понять, никто не мог поверить И я в том числе, я тогда был Патриотом-то я, в общем-то, никогда не был, да Но тогда я уже работал в оппозиционной газете К этой власти я уже был оппозиционно настроен К Путину я был оппозиционно настроен вообще с самого начала В отличие от многих российских оппозиционеров тоже Но все равно у меня было такое, знаешь, как тебе сказать Наших бьют? Нет, 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 не наших бьют Да, моя страна не права, но это моя страна, да То есть у меня было такое ощущение, что это череда ошибок, которая должна остаться в прошлом Да, вот первая Чечня ошибка, понятно Вторая Чечня, ну вы второй раз наступили на эти грабли Третий раз Грузия, ну окей, раз вы такие дебиловые Вы в третий раз наступили на эти грабли, ну вы в третий раз на них наступили Но сейчас-то это вас чему-то научит И в конце концов это остановится Вы все поймете, войн больше не будет И Россия будет развиваться, как прекрасная демократическая свободная страна Оказалось хрен там, оказалось, что это не окончание имперских каких-то вещей Новый виток империи, это новые войны, новые завоевания Но окончательное мне понимание пришло только в 2014 году Для тебя просто Крым был решающим аргументом, что даже и особо копаться не надо Очевидно, что та же самая история Он не аргументом был, он просто все поставил на свои места Потому что до этого, да, я вот именно как Тельявини И те, и эти, и туда, и сюда, и вашим, и нашим Да, ну да, Россия напала, но и вы как бы, да А потом, когда произошел Крым, все вот эти вот вопросы Там, обстреливали казарму миротворцев Проклятая грузинская фашистская военщина Обстреливала казарму миротворцев А потом как-то, ну вот как-то глаза открываются И ты понимаешь, что, какие миротворцы У вас на четвертом этаже этой казармы сидел корректировщик Южно-Оссетинской армии Когда артиллерия за неделю до этого обстрелила грузинские территории Какие они миротворцы, это уже сторона конфликта, да Потом ты начинаешь смотреть Ты удивляешься, насколько ты был слепой до этого, да Как ты не видел вот этих вот маркетингов То есть ты видел факты, но ты просто их иначе складывал Да, но ты их иначе складывал А Россия тянет железную дорогу через Абхазию Зачем она тянет? Ну, может быть, там поставлять какие-то грузы Да какой черт там, завоевывать Какие-то неизвестные самолеты взорвали радар на территории Грузии Какие? Ну, не знаем, какие какие-то Да понятно, что теперь российские, да Какая-то диверсионная группа там за полгода до войны Взорвала газопровод в Грузии Кто это мог быть? Может быть, чеченские террористы какие-нибудь там Которые там в Панкийском ущелье, бла-бла-бла Сейчас все понятно, что Россия, да И вот этот пазл сложился И ты немножко сидишь и офигеваешь, как ты этого не видел То, что я сейчас пытаюсь донести, кстати, до западного мира Говорю, ребята, вы потом офигеете Насколько вы были слепы И насколько вы могли не видеть таких очевидных вещей Разувайте глаза уже сейчас Вот на нашем опыте Вот мы и есть тут Группа там беженцев из России Вот на нашем опыте, поверьте нам Будет хуже Мой друг Дэвид Секварелизы Ты, наверное, знаешь И он был во время войны зампрокурора в Горе Как раз вот в том районе, который прилегал к былым действиям Он когда-то назвал тебя военным преступником Я думаю, что у грузин, у многих, да Там близких Саакашвили, далеких от Саакашвили Но вот, в общем, переживших эту войну У них к тебе есть какие-то особые чувства Вот про чеченцев понятно Вот как бы ты сказал грузинам Да, вот что это было И как ты можешь исправить Ничего, там я был уже журналистом Оружия я в руки не брал Записался я, чтобы попасть в Грузию Я записался там в ассистинское ополчение Которое ехало через границу Чтобы просто пересечь эту границу Они ее пересекли Я их оставил Поехал дальше себе как журналист Но при этом, да, повторюсь Я ассоциировал себя с российской армией С Россией Не с российской армией, но с Россией, наверное, безусловно Я старался писать объективно И думаю, что ставлю себя в заслугу Что репортаж получился более-менее объективный Но тем не менее, да, я был со стороны России Некоторые вещи Я как редактор бы спросил у тебя Точно ли ты это знаешь? Знаешь Например, ты описываешь Как вы проезжаете мимо памятника Который установлен в честь детей Расстрелянных в автобусе Так ли это? Действительно ли это все было? Это вот один из мифов Легенда той войны Что там расстреляли автобус Детей заварили в трубу И сожгли И вот на Азарской дороге Там стоит, ну не то же памятник А такой памятный Памятный знак Памятный знак какой-то, да Насколько это так, насколько это не так Я сейчас уже не знаю Но там вот В Южной Осетии это воспринималось Как вот реальный свершившийся факт Как белые колготки во второй Чечне, например То есть там не хватало Здесь говорят что Да, здесь говорят что Но ты же на месте там не будешь разбираться То, что слышишь, то и поешь Я еще один такой мысленный эксперимент сделал Я подумал, что вот мог бы такой репортаж из Осетии написать Захар Прилепин Да, вот с попытками там сохранять какую-то объективность, честность Я подумал, что ну возможно, да Ты как думаешь, Захар, могу такое написать? Ну не знаю, Александр Котц там был Стешин там был Стешин был, кстати, с грузинской стороны, как ни страны Котц там был Котц до этого призывал уничтожать всех грузинских фашистов Я уже запутался, какие там фашисты у нас были Украинские, грузинские, господи, эстонские Грузинских фашистов призывал всех уничтожать Потом они попали под огонь Но он начал орать, что не стреляйте, не стреляйте Я журналист, вот весь, в общем-то, репортаж получился А еще была мысль, что в принципе, если поменять имена и географические названия Наверное, это могло бы быть более-менее реалистичным описанием, как российская армия заходит в Донбасс Один в один Что-то менять, да, меняешь только географическое название и даты, и я думаю, что один в один Вот то же самое, только может быть вообще Ну в большем масштабе Ты был на Донбассе, и понятно, что первая чеченская И, скажем, операция даже в Грузии, и тем более в Донбассе Это все-таки показывает, что вот эта военная машина как-то очень сильно модернизировалась Российская армия, которая была в Чечне, она еще была в Грузии После Грузии они сделали выводы И на этом вот эта вот толпа этих бессловесных мальчишек с автоматами Которые гнали просто шапками закидывать, да, телами закидывать Она закончилась После этого они сделали выводы, они начали реформу армии И эта реформа принесла плоды, да Я всегда говорю, что не надо недооценивать противника Дебила дебилами, но армия у них одна из самых сильных в мире, действительно С января 19-го года, если бы ты себя оценил, Бабченко, Аркадий, образца января 9-го года Ты бы назвал себя тогдашнего ватником? Не ватником, но я был тогда вот то, что называется типичным российским либералом Который, повторюсь, да, моя страна не права, но это моя страна Ну, в Крыму не все так однозначно, но Севастополь же русский город, но вот исторически же так сложилось Вот, да, наверное, я был таким, да То есть либерал-имперец? Да, имперский либерал, да Почему так мало в России оказалось людей, которые прошли твой путь? Которые очистились от вот этого гнета имперского мифа? Проблема даже не в том, что так мало людей в России Проблема в том, что вот у меня была наша ветеранская тусовка, да, литературная ветеранская тусовка Мы писали эти рассказы, создавали там какие-то проекты, журналы сдавали, да И посыл всего этого был никогда больше, да Давайте больше никогда, вот мы хапанули этого говна, давайте больше не допустим, да Там, чтобы российских мальчишек посылали на очередную новую войну Черт, а с два, как случился 2014 год, 95% из них, 99% из них, наверное, снова стали ватниками И начали орать «Кримнаш» и «Мочи Бендер» и «Ремарк» еще это писал У него три товарища начинаются как раз с истории о том, как они куда-то там едут И там обезумевшая толпа убивает ветерана Первой мировой, который просто хотел вывесить свой законный флаг, да А они там орали про Великую империю, да И в «Возвращении», по-моему, у него тоже много про это написано, как ветераны, возвращаясь с войны, говорят, все, никогда больше, а проходит там 5-10 лет И все это воспринимается как приключение, они вновь начинают орать про Великую Германию Вот в России произошло то же самое, ровно то же самое Ну, просто вот этот дискурс никогда больше, там, российских мальчиков не пускать в мясорубку Ну, он легко трансформируется, давайте мочить врагов струнами, давайте модернизировать нашу армию Да идти мы же самыми мальчиками, как разница-то Поговорим все-таки еще раз про твое убийство Расскажи то, что можешь Вот как ты сейчас бы рассказывал, как ты сейчас рассказываешь Нет, все уже известно, если говорить об этом, так это говорить надо часа два, если вот прямо же говорить А так вкратце, ну, где-то за месяц до этого пришли люди, сказали, показали, я только к ее, господи Ну, в общем, заказ на меня, да, распечатки переговоров, там, показали деньги, говорят Вот на тебя пришел заказ Давай помоги нам вскрыть весь этот гадюшник Разговор был, сразу разговор был не о том, что заказ только на тебя, да, мне сразу сказали, что ты первый пробный такой шар, мелкая сошка Дальше будут еще люди, вот помоги нам вскрыть этот гадюшник Ну, я тут же согласился, ну, как тут же, ну, согласился, в общем, куда деваться На тебя же есть, смотри, просто вот тут как раз важны детали У тебя есть большой опыт общения с постсоветскими силовиками? Нет, нету, но силовики как-то не очень общались Ну, то есть ты военных не относишься к силовикам? А, ну, с военными, да, но со спецслужбами нет Спецслужбы на мне, как-то, видимо, поставили крест и даже грабовать не пытались, что обидно Ну, просто мне кажется, что как раз вот вообще инстинкт любого человека, который читал, Шаламовы и прочих, да? Нет, у меня первый вопрос, первый вопрос, конечно же, был, первый не вопрос, а первая мысль, конечно же, была, что за фигня, да? Ну, сидит какой-то блогер, пишет в блоге свои постики, что за фигня, но потом, ну, извини меня, но в новой газете там шерсть портретов людей, убитых моих коллег, да? Вот сейчас будет 10 лет, как убили Бобурова с Маркеловым Вот я сам потом был отравлен, я сам бежал из страны Вот за мной следили, вот там, там были вообще совершенно шпионские истории Нам там приносили подслушающую аппаратуру в виде блюдечек в кафе, да? Если бы мне кто-то это сказал, я бы сказал, да ты паранойка, что ли, чувак? А это вот было со мной, да? Вот я приезжаю сюда, вот здесь взрывают Пашу Шеремета, да? То есть мне как бы особо уже доказывать ничего было не надо, да? Ты просто понимаешь, ну, окей, чувак, вот пришел твое, твоя очередь пришла То есть ты считаешь, что Шеремета именно россияне убили? Вот сейчас, после этого я очень-очень сильно начинаю задумываться о российском следе, да? Вот после вот этой истории с твоим убийством? После истории с моим убийством, после истории с убийством Джамаля Расторгуева-Родченко в царе После статьи в новой газете, как Пригожин лично давал указание убить там и сочинского блогера, и блогера в Пскове, у которых по 20 вообще потратили Подписчиков, да? Я лично для меня я сейчас считаю эту версию приоритетной, ну, без доказательств, понятно, но вот Мы к этому еще вернемся, просто мне вот реально интересно Вот, как бы я действовал на твоем месте, да? Я бы, ну, вот ты, может, прокомментируешь Ну, ты действительно перечислил там кучу фактов, которые подводят к мысли, что это может быть и не ерунда Но, с другой стороны, вот типичная постсоветская спецслужба, да? Там, которая не защитила ни Шеремета, не защитила там бойцов чеченцев, которые в Украине воевали, да? Их взрывали в центре Киева, не защитила там нескольких офицеров, которых там совершенно точно взорвали противники там из ГРУ И вот они к тебе приходят и говорят так и так, все-таки проверить Ты думал проверить, не проверить? Как? Ну, там спросить, там, друзей, да? Нет, друзей, нет, друзей я спрашивал нас, они вышли на меня через моего знакомого Я его спросил, он подтвердил, говорит, да, я был с этими людьми на Донбассе, я их знаю Ты точно можешь за них вписаться, он бьет, ну, слушай, избушники, это и спецслужбы, они всегда спецслужбы Ну, вот я с ними был, я могу подтвердить, что, вот да, это реально люди, они были на нашей стороне, они действительно работали А потом, ну, а какой тебе выбор? Вот тебе приходят люди, говорят, да, вот на тебе есть заказ Ну, что ты у них попросишь, покажите корочку из БУ, но они тебе покажут Нет, нет, я просто спрашиваю тебя по выбору, я просто пытаюсь поставить себя на твое место, подумать, как бы я действовал Спросить тебя, как ты действовал, да, ну, потому что, ну, к сожалению, так получается, что там На постсоветском пространстве спецслужбы остаются такими вот потомками Феликса, детей Феликса Адмудовича Смотря какие, смотри, ну, вот я, ну, прибалтику мы не берем, но мы знаем, например, что Нет, я при СБУ тебе могу сейчас сказать, да, смотри, есть СБУ семочка, да, и тут ничего не сделаешь А есть СБУ тех людей, которые занимались моим делом, их вот не так много, минимально необходимое количество, да Но все это люди молодые, все они реально вот не то, чтобы бизнес крешивать А все реально они за то, чтобы построить нормальную Украину, чтобы здесь сюда не приходили эти люди Не взрывали здесь и не устраивали здесь терактов Вот самое сложное – делить боевое крыло от делового крыла, да? Ну, наверное, видимо Я послушал выступление этого Германа в суде, да, он у меня произвел впечатление человека просто Политкорректно выражаясь с, там, особенностями своего развития, да Ты понимаешь, что после того шока, который многие испытали после твоего убийства, потом после твоего воскрешения Все эти процессуальные моменты очень внимательно люди изучали То есть у меня, вот если честно, возникло огромное недоверие вот вообще к самой фигуре, да Ну, кем нужно быть, чтобы поручить, там, совершенно очевидному папиному сынку Причем вот с этими особенностями Живущему в своем оружейном мире каком-то, уже даже на карандаше УСБУ Поручить простую вещь, стать диспетчером серийных убийств врагов России в Украине Вот как ты себе отвечал на это? Кем нужно быть, чтобы отправить Петрова с Башировым в Солсбери и сделать вот то, что они сделали? Ну, подожди, ты не подсматриваешь Вот это уровень, понимаешь? Вот это и есть уровень, понимаешь? Ну, Петров и Баширов, как мы понимаем, офицеры, да? То есть вот выросло, что выросло А хорошо, а зачем? Ну, окей, ладно, ты экономишь, ты воруешь там бюджет на убийство И там находишь самого дешевого диспетчера-исполнителя Какой список из 48 или там из скольки? Ну, как это технологически? Вот, я думаю, что это тоже самое, вопрос ровно из этой же серии Вот у меня предположение, что этот список составлялся просто тупо по Гуглу Я думаю, что его делал даже сам Вячеслав Пивоварник Или, может быть, поручил какой-нибудь своей секретарше Вот он открыл Гугл, написал там украинские журналисты Первые 50 человек, которые вылезли, он их просто взял и вписал Вот я думаю, уровень разработки операции там примерно был такой Все-таки я хочу понять, у тебя появляются какие-то вот сомнения в том, что эта версия может быть и неправдивой? Возможно ли, что Луценко это специально мистифицировал, чтобы удержаться в кесле? Ну, возможно, почему нет? Все в мире возможно Но мне более вероятна, кажется, версия, что это все-таки вот пришло через Германа от Пивоварника Через Пивоварника от Пригожина Вот так вот, потому что у них вот так вот все Пригожин в этой схеме появляется уже после недавних расследований по убийств Нет, нет, я сразу первым делом, я сразу подумал У меня эта фамилия всплыла первым же делом, когда я начал думать, куда тянутся уши Первым делом я подумал про Пригожина Потому что за несколько месяцев до этого я начал писать про него Я начал про него писать, про его этот фан, про его деятельность Написал пост про то, что у него в его гостинице Трезине есть частная пыточная Что он туда свозит людей, которые ему там задолжали денег И я вот о нем просто начал писать Об этом писал корреспондент Радио Свобода Но он потом умер И как-то вот я начал об этом писать Пригожина такой человек, который очень не любит, когда о нем пишут Когда Пригожина начала писать там Юлия Латынина На нее два раза ее обливали фекалиями Потом два раза пытались травить На полном серьезе уже травить Совершенно вот на полном серьезе Когда там про Пригожина пытался писать Джамаль Но его просто убили И это все-таки в принципе выглядит довольно логично То есть я до этого еще выстроил какие-то свои цепочки А после расследования новой газеты Я опять же процентов на 98 уверен, что оно все так и есть Смотри, ну вот пивоварник Человек, который живет в Питере, занимаясь там какими-то контейнерными перевозками За год до этой спецоперации Он вдруг почему-то появляется на телеканале АТР И пытается наладить там какие-то мосты С кем-то завести знакомство За год, да? Чего человеку из Питера, который занимается контейнерными перевозками Делать на телеканале АТР? Ну, я думаю, он подыскивал жертву просто-напросто Меня на АТР тогда не было Я думаю, что они хотели Сначала выбрали жертву другого человека Я думаю, что изначально по плану у них вообще был Айдер, муж добавив Ну, идеальный, идеальный кандидат То же самое беженец из Москвы Пишет непримиримые вещи Да плюс еще ко всему крымский татарин Ну, просто идеально, да? Но я думаю, что они на меня просто переключились Вот именно после того, как я начал писать про Пригожина И тут и мотив уже и личный И распил бабок И устроить теракты То есть все сложилось, сошлось в одном месте Еще один аспект этого дела Приговор этому диспетчеру засекречен, да, Германа? Нет, приговор же, по-моему, не засекречен Приговор засекречен Ну, в общем, я, если честно, поискал, бегал, а не нашел Само все это дело как бы один раз спрыгнуло И потом стало спускаться, спускаться, спускаться куда-то Вот вне зоны восприятия Это у меня вызывает еще одну порцию вопросов Потому что, ну, вот как себя ведет там Ходорковский Сотрудники которого, ну, де-факто, да Погибли, были убиты людьми Пригожина в Центральной Африке Он проводит расследование, он поддерживает расследование Он придает факты, которые выяснились, огласке А тут вот как бы такой вот был огромный непонятный сюжет Потом он куда-то упал Вот как ты это объясняешь? Нет, никак не объясняю Я это объясняю той же самой глупостью И большой-большой ошибкой Я считаю, напрасно это было сделано Когда все говорили Подождите, вы все узнаете на суде Подождите, вы все узнаете на суде Вот все ждали-ждали Все приходят на суд и говорят, что суд будет закрытый Так нельзя делать, ребята Это ошибка Это вы напрасно сделали Я считаю, что показать, ну хотя бы, не знаю, там на приговор Все-таки надо было каких-то журналистов Или ответить на вопрос Или брифинг еще хотя бы провести, да Потом Луценко говорит, что подождите Вот пройдет месяц моратория На приговор через месяц Я думаю, вам все расскажут Потому что все известно Скрывать нет смысла Проходит месяц, никто никому ничего не рассказывает Так нельзя делать, друзья мои Это тоже ошибка, да Но и с другой стороны, я понимаю, что Дело Бабченко-то оно закрыто А есть еще какое-то более общее дело Где там были и Стельмашенко, и опять же этот пивоварник То есть более общее дело по Вообще вот по этим терактам, по этой террористической цепочке Наверное, там какие-то Ну да, допускаю, наверное, там какие-то есть секретные сведения Которые, может быть, оглашать не надо Они помешают оперативной работе Ну так вы так и скажите Ну вы покажите тогда то, что можно сейчас оглашать Сейчас говорят, что на приговоре по пивоварнику Дело будет уже закрыто совсем-совсем И мы вам все озвучим Ну окей, ждем Я Владимир Федорин И вы смотрите канал Крым критичным мыслями У нас только один заказчик Это вы Правило очень простое Чем нас больше, тем круче наши герои Тем интереснее наши истории Подписывайтесь на наш канал в Ютубе Делитесь нашими видео Рассказывайте о нас своим друзьям Продолжаем Убийство Вагангадзе уже у нас раскрывает, не раскрывает Сколько лет Уже почти 20 лет И каждый раз нам говорят, что вот что-то будет, что-то будет Из этого я делаю очень простой вывод Ни одному слову верить нельзя Вот это вот как бы Я с тобой делюсь своим мнением И на самом деле мне кажется, что вообще это теперь твоя ответственность Рассказать эту историю Мне это рассказывать нечего Это все, что я знаю, я рассказал За исключением секретных деталей А расследование, оно уже не ко мне и не мое Я же не знаю Я же не участник процесса Я не участник дела Я же даже не свидетель Нет, я даже не потерпевший У меня статус свидетеля Мне никто не показывал никаких материалов дела Я же не знаю, что там Что там расследовали, что он там говорил Я не носитель информации Мне нечего рассказывать Нет, я как раз говорю не о том, что Тебе уже сейчас есть, что рассказывать Мне кажется, что тебе Как представителю нашей профессии Нашего цеха Причем человека, которого использовали То ли в темное, то ли в полутемное Кто еще может рассказать эту историю, как не ты? Ты жив Ты знаешь, какие вопросы есть у публики Какие есть, наверняка, какие-то есть вопросы у тебя Да, и я думаю, что это вообще Из этого мог бы получиться очень реально классный Нет, ну все, что я знаю, я рассказал Я написал большой текст Все, больше мне добавить нечего То есть ты не думаешь, что здесь можно сделать Какое-то такое настоящее расследование Которое вот это вот Так у меня сейчас нет возможности заниматься никакими расследованиями У меня нет возможности заниматься журналистикой Не репортажами, не расследованиями Я сижу в бункере и все Да, вот это Ты как раз предупредил, что тебя нельзя спрашивать В каком районе Киева И в Киеве ли вообще ты находишься Ты приехал на интервью с охраной, да, я так понимаю И вот твои перемещения, они происходят под контролем Это секретная информация Мне нельзя об этом говорить Я подписывал бумагу, в которой прямо указывается Что запрещено разглашать методы и приемы Проведения государственных охранных мероприятий Ну то есть ты сейчас фактически лишен свободы Ну почему, я могу подписать, могу отказаться от охраны И пожалуйста, будь свободен Но пока у меня такого желания нету То есть ты оцениваешь риски и считаешь, что угроза... Пока еще оцениваю Сейчас пауза, я думаю, что и к президентским выборам, и к парламентским А самое главное, после них они начнут расшатывать ситуацию Пока я террористский расценю как реальные, да Вот это вот ощущение угрозы, что тебя могут убить, кирпич на голову бросить, подстрелить Вот вообще какие-то у тебя есть правила такой вот личной гигиены Ну нельзя же жить, вот все время оглядываясь по сторонам Ну вот, я пока так живу То есть ты оглядываешься по сторонам? Да, конечно Я свою паранойю теперь холю и лелею Если вы паранойка, это еще не значит, что за вами не следят, да? Ты вообще задумывался когда-нибудь о самоубийстве? Не то, чтобы задумывался Потому что, понимаешь, если ты попал пару раз в какой-то жопной ситуации То мысли о том, чтобы убивать себя самому, у тебя нет никаких У тебя, наоборот, потом только желание выжить и дожить до 96 лет И умереть в 96 лет богатым, счастливым и здоровым, да? Но я никогда не думал, что меня будет крыть У меня вот крыло У меня крыло, да, я никогда не думал, что у меня может быть Не то, что ностальгия, но вот этот вот синдром эмигранта, да? Ну, когда я вот приехал сюда, меня вот ровно год назад Зимой меня начало крыть и крыло так действительно не по-детски То есть никакой тоски по березкам там не было По церквушкам не было Там Россию увидеть не хотелось Ко мне, когда семья приезжала, я ее поездил встречать на границу И через забор смотришь С этой стороны березки и с этой стороны березки Ну, с этой стороны хорошие березки Этих мне не на винир, меня вот эти березки, да? То есть никакой тоски у меня не было Но меня прям реально начало крыть Вот крыло, вот депресняк прям хоть в петлю лезь Вот хоть вой Это с чем может быть связано? С тем, что ты просто не понимаешь своего места в мире? Вот черт ее знает Наверное, возможно Может из-за этого перелома жизни Не знаю Ну, и вот год назад это прошло и отпустило Вылечили, да Теперь опять хочется жить До 96 Да Как ты себя идентифицируешь? Ты россиянин, русский? Нет, я уже не россиянин Все, с этой страной я порвал окончательно И россиянин я себя не идентифицирую совсем никак Я живу в Украине Я еще не гражданин Украины Но я резидент Украины Я себя идентифицирую так, что мое место здесь Вот моя самая первая, основная задача сейчас Сделать так, чтобы танки страны, которая была когда-то моей Убрались с этой земли А потом дальше будем думать Ну, вот все, мое место здесь, я хочу жить здесь Ты этнический русский, который живет на территории Украины И хочет, чтобы Украина выстояла в войне с твоей бывшей страной Я еще этнический, я русский, наверное, наполовину Еще этнический я украинец Еще я этнический на четверть Еще этнический я еврей Тоже на четверть Жена у меня стопроцентная мордовка А дочка у меня уже там вообще смесь То есть этноидентичность для тебя уже не существует Она размыта настолько, что говорить о ней уже бессмысленно А что для тебя Украина? Украина – это офигенная страна Которая смогла Которая смогла сделать то Ну, сначала я, конечно, рассматривал Украину как страну Которая не смогла сделать то, что не смогла сделать Россия Сейчас я так уже не рассматриваю Рассматриваю Украину как действительно офигенную страну Украина же, смотри, все остальные Из-под влияния империи выходили тогда, когда империя была на излете Когда она была слабой Когда она фактически сама развалилась Украина одна из немногих стран, которая сумела это сделать, когда империя была на взлете. То есть образовалось настолько мощное гражданское общество. Майданная революция достоинства, она была именно революцией достоинства. Она была не за колбасу, не за туалетную бумагу, не за социальные условия, а именно за достоинство, именно за свободу. И для меня это просто невероятно поразительно. Украина это совершенно чудовая страна. – То есть для тебя все-таки ключевое – это способность самоорганизоваться и выстоять в борьбе с сильным врагом? – Способность самоорганизоваться – да, безусловно. Но для меня, наверное, все-таки основное – есть у человека вот это чувство свободы или нет. Вот у меня оно есть, поэтому я себя идентифицирую абсолютно с теми людьми, которые стояли на Майдане. Для меня свобода – это вообще, ну, базис, основное. – Все-таки в 90-е годы было ощущение, что Россия, и даже в первые годы Путина, было ощущение, что Россия все-таки идет в Европу, что здесь там свободы становится больше, порядка становится… Ну, в 90-е годы он не ощущался, да, но вот в начале нулевых еще и порядок какой-то стал появляться. Вот как Россия сорвалась вот с этой траекторией вестернизации? – Слушай, ты знаешь, вот эта траектория вестернизации, она не была траекторией, это скорее, наверное, был откат. Это был откат после абсолютного тоталитаризма Советского Союза, и вот захотелось чуть больше свободы, да, тем более особенно на нищете, да, потому что там в 91-м он тоже, в общем-то, был за свободу, но, извините меня, и значительная часть там была из-за колбасу. Банально тупо жрать нечего, да. А как колбаса появилась, так свобода стала не нужна. Как деньги появились, так опять вспомнили о величии не было. Страна не поменялась. Мы все думали, что в 91-м она изменилась, и я думал, что она изменилась. Она не изменилась, не было катарсиса, не произошло катарсиса. Мышление нации не поменялось, и оно просто вернулось в те же своей рамки империи, которой она была и сто лет, и триста, и сколько там лет назад. Недавно тот один твой пост, как говорят, взорвал интернет. Пост, в котором ты, обращаясь к украинским избирателям, говоришь, ну, что вообще? Вы не понимаете, что Порошенко, и про это надо написать отдельный пост, это там лучший президент, я недословно пересказываю, да, который может быть в этих условиях. Ну, не лучший. А скажи... Нет, Порошенко не лучший президент, который может быть в этих условиях. Я считаю, что Порошенко до лучшего президента не дотягивает. Я думаю, что Порошенко, наверное, может быть даже один из лучших, или может быть даже, наверное, лучший из президентов Украины с 91-го года, но до этих условий он не дотягивает. Мне кажется, если бы он был президентом мирного времени, вообще идеально, но до условий военного времени он не дотягивает, потому что в военные времена нужен Черчилль, как ни крути, да? Ну, смотри, ну, на мой взгляд, тройка лидеров вот сейчас сложилась на данный момент. Если там появится какой-то новый кандидат, ну, окей, будем его рассматривать. Но сейчас тройка лидеров, на мой взгляд, Порошенко, Зеленский, Тимошенко. Мне кажется, выбирать выборы будут во второй тур, наибольшие шансы выйти именно у этих людей. Я думаю, что второй тур будет либо Порошенко-Тимошенко, либо Порошенко-Зеленский, либо Зеленский-Порошенко. Вот те три кандидата. Из этих трех кандидатов два предлагают договариваться с чертом лысым, один предлагает не договариваться. Вот и весь выбор. Вообще в компании, в риторике, там, администрации президента, уже несколько лет я просто вижу столько узнаваемых до боли московских технологий, начиная с самой примитивной технологии «Если не он, то кто?» Да. Ну, нет, она здесь тоже не работает, тоже с тобой не соглашусь. Но подожди, два месяца до выборов и страна до сих пор так и не знает, кто у нее будет президентом. Ну, это достоинство страны. Безусловно, конечно, однозначно. — Ты верующий? — Нет. — Как тебе вот этот предвыборный турне с Томасом? — Ну, что ты хочешь от политиков. Ты хочешь, чтобы они не пиарились на всем. Ну, конечно же, они будут пиариться. Но одно дело, извини меня, пиариться на чем-то выдуманном, да, или там в будущем времени, а другое дело — пиариться действительно на достижение. Ну, что тут говорить, Томас для Украины — это действительно историческое достижение. Безусловно, через 30 лет никто не вспомнить, кто такой Порошенко, а Томас останется на века, автокефалия останется на века. Это еще один уход от империи, да, в сторону свободы. Ну, то, что Петр Алексеевич ездит с ним в сторону, с этим Томасом — популизм, но популизм чистой воды. Ну, заслуженный популизм, как ни крути. Ну, пусть ездит, окей, пожалуйста. Я особой проблемы для себя, например, я особой проблемы в этом не вижу. То есть у тебя нет ощущения, что он как бы пытается вот по этой кремлевской матрице на скрепы посадить общество и обезопасить себя? Нет, нет. Мне кажется, абсолютно разные истории. Я не чувствую вот от этой церковной истории того привкуса, который постоянно чувствовался в России. На мой взгляд, это абсолютно разные истории. Политические речи Самвона? А? Политические речи в храме по случаю демонстрации? Нет, нету слияния церкви и государства. Ну, если в церкви Патриарх Кирилл после открытия архивов в Латвии, мы сейчас все узнали, уже доказано, что митрополит всея Латвия завербован и ставленник КГБ, да, то сейчас вероятностью 99 процентов можно сказать, что Патриарх Кирилл тоже ставленник КГБ. А тут церковь, наоборот, уходит от КГБ, да. Нету слияния церкви и государства. Возможно ли оно там через 5, 10, 15, 20 лет? Да все в мире возможно, абсолютно. Когда я почувствую вот эту опасность, ну, я буду топить против Нью-Нью-Нью, да. Но сейчас я ее пока не чувствую, я ее не вижу. С того топить хорошо ты сказал, как раз. Ну, вообще, хотел спросить, правильное ощущение, что ты вот планируешь на этих выборах топить за Порошенко? Я на этих выборах планирую топить за любого кандидата, который не будет предлагать договариваться. Пока такой кандидат один. Появятся новые кандидаты, пожалуйста, за ради бога. Появятся кандидаты, которые предложат программу лучшего, чем Порошенко. Вообще великолепно, замечательно. Но я, слушай, но я просто не понимаю, как, имея перед глазами такой прямой пример, как Беларусь сейчас, на данный момент, можно что-то вообще хоть гипотетически говорить о том, чтобы договариваться. Ну, вот, Александр Григорьевич договаривался, договаривался, а сейчас в панике бегает, пытается собрать там советы безопасности экстренные с повесткой, как бы нам не дать себя завоевать Россию. Ну, и тут кто-то появляется и говорит, а давайте будем договариваться. Не, ребят, не, нифига. Тимошенко. Я, если честно, в ее риторике про договариваться особо не помню. Первые плакаты ее вообще вспомню, которые появились, они были не то, что договариваться, они были вообще за мир, дружба, жвачка. Потом она поняла и сняла их там через неделю. Ну, видишь, делает выводы из своих ошибок. Когда я смотрю на эти плакаты и вижу, что написано «гарантирую снижение газа вдвое», да, вот просто давай построим обычную логическую цепочку из двух шагов. Вот Тимошенко приходит к власти. Вот она выполняет свои предвыборные обещания и снижает цену на газ вдвое. Что происходит дальше? Дальше Международный валютный фонд, который дает Украине деньги на реформу, говорит, ребята, вы что, офигели, что ли? Мы вам туда даем деньги на реформу, а вы возвращаете коммунизм и Советский Союз. И перестает выделять транши. Где сидит человек, который всего четыре года назад пытался выделить 15 миллиардов долларов Украине, который готов сделать газ бесплатным в Украине и к какому человеку она пойдет? Ну, это вот просто многоходовка из двух шагов, да? И все вот эти вот разговоры про договоры с посудкой. Я все жду президента, понимаешь? Мне когда говорят, что ты топишь за Порошенко, я не топлю за Порошенко. Я бы топил за президента, у которого на билбордах было бы написано «Гарантирую повышение цены на газ в пять раз. Нам нужно модернизировать экономику, поэтому газ будет дорогой, вы будете платить, и на эти деньги мы будем поднимать экономику». Гарантирую вам, что вы раз в год на месяц будете приезжать на сборы резервистов, вам дадут винтовку, и с ней вы будете жить до 60 лет, она у вас будет лежать под кроватью. Гарантирую вам, что и ваши, и дети, и сыновья, и дочери гарантированно попадут в армию и будут там служить, потому что нам надо защищать нашу страну. Гарантирую вам, что там, не знаю, 15% от своей зарплаты вы будете платить армейского налога. Вот это был бы мой президент. Петр Алексеевич под эти критерии попадает очень-очень малым процентом, но остальные не попадают совсем, вообще. То есть, все остальные недостаточно право-либеральные, если хочешь? Все остальные предлагают договариваться. Ну, все, я не понимаю, как в условиях войны можно договариваться. Ну, когда сказано, если вы, если между позором и войной вы выбираете позор, вы получаете позор в войну? Мне трудно представить, чтобы кто-то сейчас из мейстримных политиков реально мог бы поступить с интересами Украины в пользу украинской России. В этом-то и проблема. Если ты думаешь, что они делают ставки на договороспособную Украину, если ты думаешь, что им нужна договороспособная Украина, это не так. Им не нужна никакая Украина. Они не делают ставки на договороспособное правительство. Они делают ставки на то правительство, которое здесь может наворотить такую кучу косяков, чтобы здесь начался очередной Майдан, очередная революция. А большего подарка агрессору, чем революция в захватываемой стране, просто и представить невозможно. Ты, кстати, в курсе, что Украина остается самой коррумпированной страной Европы, если мы в Россию не берем, не относим к числу. Ну и, собственно, второй враг. Как говорят об этом американцы, говорят об этом американские послы, об этом говорят. А скажи, а почему Порошенко коррупцию не победил? А я не знаю, почему он коррупцию не победил. У меня точно такой же вопрос. Ответь, ну, мы же выбираем не из одного параметра, да, мы выбираем из много параметров. Есть война, есть коррупция, есть отсутствие такого нормального экономического роста. У меня тоже такой же вопрос. Почему коррупция не победила? Косяк-то власти, но, безусловно, косяк. Порошенко ли за это ответственен, вот прям как он, я не знаю. Я не настолько силен в законодательстве Украины. За что там отвечает президент, за что нет. То, что у него абсолютная кадровая импотенция, это да. Это одна из моих основных претензий к Порошенко. Потому что кадровая политика, ну, это просто швах, конечно. О, хорошо. Ты мне как раз даешь повод спросить, а ты в конфликте Порошенко и Саакашвили на чьей стороне? Я не в конфликте Порошенко и Саакашвили. Слушай, ну, это же все государственные оба-два деятеля. Я в конфликте закона и незакона. Нет, смотри, вот есть конкретный конфликт. Да, Саакашвили, там у него есть бэкграунд в Грузии, реформа и прочее. Есть факт предоставления ему украинского гражданства. Есть факт вхождения двух политиков, Порошенко и Саакашвили, в конфликт. Вот кто тебе ближе, да? Вот кого ты считаешь в этом конфликте более правым, менее правым? Более правым я считаю Порошенко, но я считаю, что власть должна быть властью. Я считаю, что если ты говоришь, что у тебя человек, каким бы офигенным реформатором он ни был, да, Саакашвили из Грузии, конечно, сделал конфетку. Просто величайший реформатор. Да, и если бы вот сейчас на этих выборах были бы там еще кандидат Саакашвили, ну, гипотетически, условно говоря, да, если бы он там прожил пять лет в Украине, или сколько там надо, да, и выдвигал бы свою кандидатуру, я бы, наверное, даже и задумался, да, потому что в Грузии-то у него получилось. Давайте дадим ему, может, здесь попробовать, может, здесь у него получится, да. Но все эти разговоры заканчиваются в тот момент, когда поступают заявления о том, что этот человек брал какие-то мутные деньги на то, чтобы устроить здесь переворот. Вот после этого момента, значит, если у вас есть такие доказательства, ребята, устраивать вот всю эту клоунаду с выпихиванием за границу, это клоунада. Если вы говорите, что это так, значит, человек должен плотно сидеть в тюрьме рядом с Надей и с Рубаном. Если это не так, ну, тогда у власти совсем дела плохи. Поэтому, ну, пленки, пленки вот эти, они все были показаны, я не знаю, состряпаны, они не состряпаны, что-то там… Но это пленки не есть процессуальные. Не есть процессуальные, опять. Почему вы не довели до процесса? Почему опять не было процесса? Почему опять не было суда? Почему вы опять устроили всю эту клоунаду? Что вообще за бред, да? Я все твои эти претензии разделяю абсолютно полностью. Мне показалось, что я как бы даже понял немножко формулу Аркадия Бабченко. Аркадий Бабченко – это искренний, честный человек, который очень, я бы сказал, завзято отстаивает ту точку зрения, которая ему кажется правильной в настоящий момент. Это вот как бы первая часть формулы Аркадия Бабченко. Вторая часть, что это человек, который, в принципе, готов, когда та старая точка зрения, которая оказалась неправильной, оказалась неправильной, готов сделать шаг вперед и сказать, да, я был неправ. Это я правильно тебя описываю? Я несколько раз говорил, что да, я был неправ. Несколько раз я говорил, что мои прогнозы не сбылись. И слава тебе, Господи, что они не сбылись, потому что у меня, как правило, прогнозы пессимистичные. Аркадий Бабченко – это сейчас человек, который просто-напросто боится, что к власти придут популисты абсолютно с популистскими лозунгами, заменят повестку дня с главной на какие-нибудь совершенно второстепенные. А когда у вас есть такой сосед, 140-миллионный сосед с поехавшим головой населением и с недофюрером со сверхидеей в голове, он нависает сверху в 300 километрах отсюда танковыми арматами, мне кажется, это не время для экспериментов. Мне кажется, самое главное – надо решить вот эту задачу. Я просто хотел бы, чтобы в случае, если выяснится, что и вот эта вся история с убийством, она была не такая прямолинейная, и вся эта история с Саакашвили как с агентом Кремля, как только выяснится, что это не так, ты это честно признаешь, первое. И второе, если честно, я не вижу никого, кто лучше бы, чем ты, мог бы раскопать все-таки эту историю про «Был мальчик, не было мальчика, был заказ на 48-й». Это вот просто мое желание как читателя. Как ее раскопать, если все следы ведут в Россию, а в Россию я не собираюсь никоим образом никак? Ну, хотя бы ту часть, которая есть в Украине, да, потому что она даже, та часть, которая есть в Украине, она вызывает настолько много вопросов, что даже процессы, как мы видим, идут в закрытом режиме. Да, вот я хочу, чтобы мы знали эту часть. То, что сделали ребята, расследовавшие убийство Джамаля и его коллег в царе. Нет, у меня же нет таких допусков, мне же никто там не будет таскать папки с документами. Я со спецслужбой никак не связан. Они сделали свою работу, я сделал свою работу. Все, сейчас я живу сам по себе, они занимаются там, я не знаю, чем меня занимаются сами по себе. Ну, опять же, понимаешь, мне, опять же, на данный момент сейчас это не столько интересно, потому что вот все, я этот текст написал, мне вот эти факты кажутся довольно серьезными. О чем ты мечтаешь? Не знаю, я сейчас, наверное, ни о чем не мечтаю. Я сейчас, у меня задача более приземленная, чем мечтать. Мне надо как-то обезопасить, безопасную, нормальную, сделать безопасную, нормальную жизнь своей семье. Спасибо, что досмотрели. Кликните на кнопку «Подписаться», если еще нет, чтобы узнавать о выходе новых программ. Смотрим, комментируем, предлагаем новых героев. Смотрим, комментируем, комментируем.